привет всем ребята смотрите у нас дпдз это с поторой м20 бмв возможно на м30 что-то подобное стоит дпдз состоит из двух выключателей вот когда поворачивается оська у нас срабатывает первый выключатель и дает сигнал о том что холостые обороты уже закончились начался рабочий режим и в определенном диапазоне у нас рабочий режим больше ничего не делать никаких сигналов не подает а потом уже когда газ подходит максимальным оборотам то есть максимальном открытии дросселя у нас замыкается еще два контакта то есть машина выходит уже практически на полную мощность и вот иногда бывало что газ даешь и иногда наблюдался такой эффект как будто машина загружена очень сильно как будто с прицепом груженным едет иногда легко набирала смотрите в чем проблемка вот вроде бы сейчас смотришь ничего особенного а вот если присмотреться еще лучше видите пайка нарушенная вот вам про это и говорил всегда а так как тут напряжение невысокое вот в этот вот излом попадает масло с выпускного коллектора я думаю никто не будет утверждать что поголовно сейчас м20 все наверхоньки и моторы они уже с хорошим пробегом и маслом плюются я не утверждаю что прямо у всех поголовно но в большинстве случаев и вот туда в излом попадает масло а масло у нас ток не проводит получается диэлектрик и отключается контакты иногда из-за вибрации из-за перепада температур то есть контакта нету контакта него случается так что газ даешь на разгон и она подтупляет сейчас мы это все пропаяем нагреем у меня уже была проблемка у меня была проблемка с холостым ходом холстой ход плохо работал вот тут были также контакты плохо пропаяны после каталог пропаял все холостой ход у меня стабилизировался и проблемы все исчезли так что имейте в виду лечится очень легко пропайка я выставил 318 градусов вы можете принципе принципе любым паяльником паять даже 25 ватт обычный подойдет тот же советский я думаю если у вас нету то у соседа друга в гараже всегда найдете паяльник припаяете и все будет хорошо ну вот теперь у нас идет сигнал на выключение холостого хода и на выход полную мощность у нас заклеенный был ошметки кое-где есть еще и промывал тут видно чуть-чуть осталось солярки это не страшно можете солярка смело промывать хуже ему не будет можно еще бензином чистом промыть но просушить предварительно теперь осталось закрыть и потом уже объясню каким образом его настроить чтобы он грамотно работал на пускном дросселе а пока все кому понравилось ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал еще раз вам приближу покажу номер кому интересно желаю всем успехов мы конечно же скоро увидимся всем пока